Сегодня, как и по всей России, муравленковские выпускники школ сдавали единый государственный экзамен по математике. Это второй обязательный ЕГЭ. Первый по русскому языку прошел 29 мая. Об особенностях математического испытания расскажет Евгений Дегтяренко. Организаторы ЕГЭ без перерыва твердят каждому, кто входит на пункты проведения экзамена. Ничего лишнего приносить с собой нельзя. Сегодня на экзамене по математике можно пользоваться линейкой и больше ничем. Ни транспортиром, ни треугольником, только линейкой. Под запретом любые электронные устройства, даже самый обычный калькулятор. Все, что должно быть у испытуемого, кроме линейки, это ручки, желательно гелевые и обязательно черного цвета, и небольшой запас провизий. Подкрепиться во время экзамена будет необходимо, ведь продлится он без 5 минут 4 часа, половина рабочего дня. Просто высидеть столько времени на жестких ученических лавках тяжело, не говоря уже о том, что школьникам придется выполнять экзаменационные задания с полной концентрацией внимания. Сегодня на базе школы номер 1 организован пункт сдачи экзамена 009. Сегодня экзамен по математике сдают 93 выпускника лицея и 27 выпускников прошлых лет. Организуют экзамен более 40 организаторов. Еще больше выпускников сдают ЕГЭ на другом пункте проведения экзаменов. Во второй школе там число участников аттестации почти 160 человек. Следят за ходом испытаний сегодня в общей сложности около 180 организаторов, плюс общественные наблюдатели. В первой школе заявилось всего 5 таких народных контролеров. За время, отведенное на ЕГЭ, необходимо выполнить тестовые задания двух видов с кратким и развернутым ответом. После того, как бланки с решениями будут собраны, их для окончательной проверки отправят в Москву, в федеральный центр тестирования. Результаты ЕГЭ будут обнародованы примерно через 10-12 дней после проведения экзамена. Евгений Дегтяренко, новости нашего города. Между тем, стали известны предварительные результаты государственной итоговой аттестации девятиклассников по химии и обществознанию. Напомню, эти экзамены школьники сдавали 28 мая. В них приняли участие более 80 учащихся. 69 человек прошли испытания по обществознанию и 16 по химии. Все 16 участников преодолели минимальный порог и при этом подтвердили качество сданных экзаменов. То есть получили четверки и пятерки при переводе в пятибалльную систему. По обществознанию порог у нас есть не преодолевший минимальный порог. Это четверо выпускников, к сожалению. При этом около половины ребят получили четверки и пятерки. В воскресенье 8 июня в России отмечают профессиональный праздник работники социальной службы. С одним из муравленковских специалистов этой сферы встретилась наша съемочная группа. О буднях тружеников социального фронта в следующем материале. Стаж работы Елены Пиуновой в социальной службе небольшой, всего около года. В числе ее подопечных, кому она помогает на дому, ветераны Великой Отечественной, инвалиды, одинокие пенсионеры. Со всеми нашла общий язык. Елена Ивановна говорит, эти люди научили ее любить жизнь. Главное, чтобы их выслушать, когда они хотят поделиться своим наболевшим. Какие-то у них проблемы есть. И как-то с ними надо разговаривать, слушать их и где-то чем-то поддерживать. Владимир Козлов – один из клиентов нашей героини. Начинал работать в Средней Азии, затем исколесил Западную Сибирь. Вспоминает, как прокладывали в 80-е годы знаменитый на весь мир трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Владимир Иванович был бригадиром в коллективе электромонтажников. Стаж работы только на Крайнем Севере, около 30 лет. Заслужил награды и звания. А потом лишился ноги. Стало резко ухудшаться здоровье. Но боевого настроя не терял, пока в критическом состоянии не оказалась вторая нога. Он же поначалу очень активный у нас был такой. Он всегда все концерты посещал, всегда жизнерадостный, тоже такой был. Он после концерта на этих костылях, когда мы везли его в машине домой, привозили, он все время, когда выходил, говорит, я сейчас спляшу. Вот у него вот такое было, у него такое же. А вот сейчас, в связи вот с этим, он как пал духом. Это непростая пора, когда человек вдруг становится беспомощным. Его мир сужается до пределов маленькой квартирки. Наваливаются недуги и одиночество. Понять это состояние нам, здоровым, трудно. А им, тем, кого судьба загнала в этот угол, трудно не сломаться в этот момент. Тут, пожалуй, важны не столько таблетки да продукты, которые доставляет соцработник. Важно осознание, что ты не один в мире. Приветливый чей-то взгляд – ободряющее слово. Это тяжело. Вот оно, приходишь домой, даже вот, когда вот уже отработаешь, приходишь домой, оно на душе очень тяжело. Конечно, стараюсь себя поддерживать, но очень тяжело переживаешь, когда не можешь им помочь. Вот где-то какие-то проблемы попадаются, что вот нельзя помочь им. Вот сильно переживаешь, конечно, в этой ситуации. В социальной службе не каждый сможет работать. Нужен особый подход к клиентам. Если человек трудится, не вкладывая душу, помощи от него будет немного. Мне везет на хороших людей. Вот если бы я, конечно, набирал соцработников, доступ бы имел к этому делу, я бы, конечно, смотрел на людей. Чуть-чуть надо… Не каждый человек это может. На протяжении своей истории человечество достигло большого прогресса в развитии техническом. Но такие качества, как доброта, милосердие, душевность, прогресс, увы, не затронул. И сегодня профессия социального работника – одна из немногих, которой эпитет «человечное» подойдет в полной мере. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. Завтра в цвет выходит очередной номер газеты «Слово нефтяника». Что интересного и полезного подготовили корреспонденты еженедельника своим читателям в нашем кратком обзоре. Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Более 40 лет назад было принято решение отмечать 5 июня Всемирный день окружающей среды. Между тем, реальность такова, что у загрязнений больше шансов покончить с нами, чем у нас с ними. Качество почвы, воды и воздуха на земле стремительно ухудшается. Грозит ли нам экологическая катастрофа? Читайте на первой полосе «Слово нефтяника». Ежемесячные встречи народных избранников Муравленко как на заседаниях постоянных думских комитетов, так и на заседаниях Думы сопряжены с многосторонним обсуждением насущных проблем. Нередко встречи депутатов становятся местом, где, как говорится, в спорах рождается истина. Не стали исключением и майские заседания. Подробности ищите на третьей полосе издания. Санкт-Петербург – одно из красивейших мест мира. Ежегодно посмотреть на достопримечательности культурной столицы приезжает более 6 миллионов человек, и цифра эта постоянно растет. Нашим читателям долететь до города на Неве можно прямым рейсом. А недавно такая возможность появилась у жителей и гостей еще трех городов – Тюмени, Нижневартовска и Нового Уренгоя. Благодаря тому, что авиакомпания «ЮТР» расширила географию полетов. О том, куда еще могут улететь северяне, читайте на шестой полосе еженедельника. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 6 июня в Салихарде плюс 2, ветер северный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 2 градуса тепла, западный ветер до 5 метров в секунду. В Муравленко 6 июня плюс 3, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова